Здравствуйте, товарищи, граждане, господа и дамы! Добрейший всем вечерочек! Этой мини-лекцией я начинаю цикл лекций о теории народовласти. Не только теории народовласти будем мы рассматривать, но и, конечно же, и стратегию, и тактику, и методы народовласти, и даже философию народовласти. Итак, формат сообщения будет такой. Минут на 10 микролекции, основные понятия, а после этого свободно обсуждаем. И вот эта часть, коротенькая, она будет вырезана и еще добавлена отдельно на канал, чтобы ленивые люди могли самые сливки снимать. Итак, для начала об основных терминах. Что же такое народовластие? Я специально написал народовластие или демократия. Любому школьникам ясно, что если народовластие, допустим, мы переведем обратно на греческий язык, то у нас опять получится демократия. И зачем нужно изобретать какой-то новый термин в этом смысле? Но дело в том, что если бы мы с вами сейчас будем говорить о том, что мы хотим наступления демократии в одной отдельно взятой стране, то, собственно, чем мы кого удивим? Тут за демократию все. Ну, вся оппозиция как минимум, а, собственно, и Путин не против определенных форм демократии, по крайней мере, в отношении самого себя. Вот. Для чего же нам понадобился отдельный термин? Именно для того, чтобы отделить то, что сейчас есть, от того, что мы хотим. Потому что то, что сейчас называется демократическим строем, в принципе нельзя сказать, что этот строй не демократический. Я не говорю сейчас про Россию. Я говорю вообще, конституционно, в основе своей, в базе. Этот строй демократический. Но, к сожалению, он опирается в основном на один метод демократии, на демократию представительскую. То есть, грубо говоря, народ выбирает своих представителей, и от имени народа они начинают править. Получается, что выборы являются в этой форме демократии, победившей во всем цивилизованном мире на настоящий момент, выборы являются единственной, по сути дела, формой. Ну, иногда референдум, очень редко референдум, даже в цивилизованных странах. Вот во Франции я изучал вопрос, там уже лет 10 не было референдума. Так выборы являются единственной формой демократии, более-менее реально действующей. Потому что ни митинги, ни одиночные пикеты, ни тем более какие-то расследования и воззвания в газетах и в отрывных календарях, они как бы не дают эффекта. Я имею в виду эффекта властного, изменение позиции власти, а не то, что конкретно по какому-то поводу кого-то выпустят из тюрьмы. Нет. Не об этом идет речь. О том, чтобы изменить законы, принципы, схемы, по которым мы существуем, методы, модели. Вот. Поэтому мы говорим, что мы подразумеваем под термином народа власти. Здесь существует несколько мнений. Есть радикальное мнение, что народа власти, истинная народа власти, да, это когда есть кнопка, как символ его, да, это когда все принимают решения. По любому поводу. То есть прямая демократия в полной своей реализации. Но в этом случае мы тоже получим неполную демократию, да. Потому что демократия заключается в том, чтобы использовать все методы. Когда надо голосовать всем, а когда не надо давать какое-то представительство, каких-то представителей выделять, депутатов, президента выбирать и так далее, если понадобится. То есть в этом смысле народа власти, это не только прямая демократия, это и представительная демократия, и различные ее гибридные формы, которые мы тоже будем обсуждать. Включая, кстати, и методы митингов, общественных протестов и так далее, и так далее. Так что является субъектом и объектом народа власти? То есть кто, ну по-русски говоря, кто является властителем, а кто является подчиненным, да, подвластным? По логике государственной власти, которую нам внушают и которую мы на себя принимаем, и как воспринимаем это как естественное событие, да. По логике государственная власть, она и называется властью. Она является субъектом власти, вот власть, тот, кто владеет полномочиями президент, дума и в своих направлениях любые другие властные структуры. Это мы и подразумеваем власть как систему и как некий коллектив, да, какой-то набор людей, часть общества, которое осуществляет эту власть от имени государства. Она является субъектом, она является носителем власти, а объектом власти является народ, ну то есть подвластным. И это и противоречит, собственно, основам демократического строя. Это противоречит подход самой Конституции. Само слово государственная власть ей противоречит. Почему? Потому что Конституция подразумевает демократию, власть народа. Значит, субъектом власти является народ. Кто тогда является объектом власти? Кто является подвластным этому народу? Власть государственная? Ну не совсем так, это же действительно механизм. И это действительно механизм, который обладает некими полноводчиями, более высокими по отношению к отдельным гражданам и группам граждан, а не ко всему народу в целом. Но истинным объектом власти получается, то есть подвластным народу является сам народ. Ведь кем управлять народ должен? Через своих представителей или прямо и непосредственно? Самими собой. Казалось бы, народом. В этом парадокс. Ну, если мы конкретизируем, если мы уточним понятие, что же такое власть народа, да, в формах ее, форматах ее осуществления посмотрим, то это не совсем одинаковые понятия, да. Народ властвует над народом. Дело в том, что демократический институт, демократия, это совсем просто и грубо говоря, это власть большинства. Еще раз, это власть большинства, это и есть демократия. Один человек, один голос. Много человек, много голосов. Мало человек, мало голосов. И в этом смысле субъектом власти является большинство из народа. Кто же является объектом власти? А вот тут весь народ. Потому что принимается закон или референдум, или какое-то решение, или выборы в пользу большинства. Но надо заметить, что это большинство ситуативное большинство. Оно не является всегда таким большинством. Вот сейчас проголосовали за этого кандидата. И большинство сложилось в его пользу. Завтра будет по-другому. И в этом смысле демократия действительно наилучшая форма управления, если она будет реализована в полной своей ипостаси, а не только как представительная, отросшая большая ветка представительной власти. В этом смысле демократия не только давлеет большинство, при демократии большинство давлеет над меньшинством. Оно вынуждено учитывать интересы меньшинства. Почему? Потому что большинство ситуативно, а состоит оно из меньшинств. Бесконечно дробящихся меньшинств, вплоть до отдельных граждан. И учитывать это необходимо, когда большинство предъявляет какие-то или ограничивает какие-то возможности для меньшинства, в этом большинстве возникает разлад. Если это несправедливое ограничение. Потому что оно состоит из меньшинств, понимаете? И меньшинства сами по себе понимают, что если ограничены права одного из меньшинства, то завтра могут быть ограничены права и того меньшинства, к которому он себя причисляет. Я сейчас не говорю национальные, сексуальные или какие-то другие причины, или религиозные и так далее. Поэтому демократия в этом смысле, она автоматически учитывает интересы и меньшинства в том числе. Поэтому к вопросу, зачем демократия народу, именно за этим, за тем, чтобы учитывать интересы, как ни странно, меньшинства, с помощью того, что большинство и представляет собой этот, на самом деле, ситуативный союз меньшинств. Теперь, я все время говорю, мы подразумеваем, мы говорим про народа власти и так далее. Что такое мы? Кто такие мы? Мы – это партия народа власти. Не в юридическом смысле, но в политическом смысле. Люди, которые поддерживают идеи народа власти, вплоть до того, что готовы лично участвовать в том, чтобы установить такой порядок, новый порядок. Вернее, это не совсем новый порядок, это просто хорошо сделанная работа, хорошо сделанная демократия, понимаете? Которая учитывает все ее возможности, и все инструменты, и все методы использует тогда, когда надо. Именно об этом мы будем говорить в цикле наших лекций. И первую лекцию вот на этом хотелось бы закончить. Те, кто, значит, хочет дальнейшего обсуждения, они могут посмотреть полную версию. А это короткая версия была. Следите за нашими лекциями. Так, теперь переходим, собственно, к обсуждению. Все вопросы, желательно касаемые народа власти. Но я, в общем-то, все вам расскажу. Расскажу, что за канал и зачем он сделан. В последний месяц я, даже больше, я занимался подготовкой документов, в основном. Для установления народа власти в одной отдельно взятой стране. Собственно, я перерабатывал регламент избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии. Он затрагивает там несколько законов и, в общем-то, где-то сильно серьезно наступает на них. Но здесь тоже есть свои интересные возможности возникают. Я вам потом в процессе их изложу, эти соображения. Вот. Но самое главное, что я в этом процессе вдруг понял. Я понял, что все получится. Я увидел это воочию. Когда ты видишь, как оно по пунктам, по плану. Мы делаем это, здесь делаем это. Если не это, то это и так далее, и так далее. И у нас все получится. Я это понял уже как архитектор проекта. Я понял, что вот это и есть работа, это и есть технологии народа власти и продвижение народа власти в Россию, установление. И это и есть мой новый проект. Я как-то сбоку стоял, да, как-то обсуждал все это с вами. А теперь понимаю, что если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Я это сделаю. Я это уже понял, что я это сделаю. Но, естественно, не один. Естественно, что нужна команда, нужна будет помощь и так далее. Почему я это сделаю? Да потому что все то, что я брался, я сделал. Ну, помните, с чего мы начинали? С Благона начинали. Я сделал Благон, сделал. Ну, в смысле, я, опять же мы. Собрал команду, как архитектор. Я его нарисовал, собрал команду. Нашел инвесторов, сделал. Он работал, работал. Мы с вами там общались. Если передача плохие новости, я взялся сделать? Сделал ее. Она состоялась, да? Я на ваших глазах взялся сделать блокчейн. Пожалуйста, он работает. Вот у нас уже есть биржа. Обменник есть. Вопрос в том, как, почему, грубо говоря, вот ты сделал, и что толку с этого Благона? Вопрос продаж. Вот продавать я не умею. Я умею строить, архитектуру рассчитывать и строить. А продавать не умею. В этом смысле я уже давно понял, что я не коммерс. Но это и положительная моя характеристика. В том числе. Она для сообщества полезна. Мы же как пазлы все, понимаете? У кого-то где-то выемка, а где-то выпуклость. Вот у меня в одном месте выпуклость, а в другом выемка. Продавать я не умею. Я год назад уговаривал человека, который тут квартиру, ну посредник мне сдавал. Я год назад начал уговаривать на криптовалюты. Он все не соглашался. Теперь он мне звонит и говорит, вот я тут все сделал. Я на такой-то бирже. Я там уже пипсую. У меня вот карточка. У меня уже все есть. Имею 30-40 долларов в день. Вот я тебе расскажу. Вот я автомат купил. Вот сколько чего сделано. И мне так радостно, с одной стороны, я так вскинулся, думаю, сейчас я возьму и сам сделаю. И понимаю, не сделаю. Это он умеет продавать. Я не умею. Из-за этого я как бы для себя тоже сделал вывод, что, ну, значит, мне надо делать вещи, которые не надо продавать. Ну вот как плохие новости, например, да. Или лонгчейн. Те вещи, которые сами по себе должны жить и развиваться. Вот здесь я понимаю, когда я писал, просто думаю, ну вот сейчас напишу документы, да. А потом как-то Мальцеву там или кто-то, и они пригодятся. И потом понял, не надо, никому они не пригодятся. Они пригодятся нам с вами. Мы это сделаем. Без особых рисков. Без особых усилий. Все по плану. Просто надо подготовиться к этому. Вот я, к сожалению, про фракции народа власти не сказал, да. Ну, сейчас скажу. На настоящий момент у нас как бы известно две фракции. Вот в этой, условно говоря, партии народа власти, да. Это фракция, как я ее называю, праворадикальная и фракция леворадикальная. Праворадикальная во главе с Мальцевым, это наибольшая часть. Это 99% всего народа власти. Ну, 95, хорошо. И здесь как бы есть такой метод. Мы поставим своего диктатора временного, но он нам сделает народа власти. И предполагается, что Мальцев будет вот таким вот диктатором. И леворадикальная, ну, условно говоря, во главе со Стасом Котельниковым, потому что, ну, тут условно, потому что он не возглавляет, потому что она по смыслу не имеет головы, да. Это наиболее анархическая часть народа власти. Те, которые считают, что вообще никого не надо, нужна секретутка только какая-нибудь, чтобы бумажки подписывать. А в остальном народ будет только кнопку давить. И все решать сам. Сразу. И все сразу. Вот этим вот первой лекцией, первым выступлением я хочу провозгласить открытие третьей фракции. Фракции центра, да. Но не потому, что она между левым и правым. А потому, что мы считаем, мы, я уже буду говорить от имени этой фракции, мы считаем, что центром демократии нужно сделать избирательные комиссии, систему избиркомов. Мы говорим о некой центральной точке, на которую мы направим свои возможности, как кумулятивный заряд, для того, чтобы прожечь эту броню, которую представительная демократия, которую никого никуда не пускает. И поскольку у нас будет план четкий, мы не отрицаем, на самом деле, ни диктатуры, ни вот кнопки, да, ни полной анархии. Только каждому овощу в демократии свое место предназначено. Если это кнопка, пусть она будет, но пусть она дополняет, и пусть она будет и самостоятельно, и дополняет те инструменты, которые действуют сейчас. Потому что действительно невозможно все решать на кнопке. Иначе это превратится не в решение большинства, а в решение меньшинства. Мы об этом уже говорили, еще раз много будем говорить. Потому что каждый день по 10 раз кнопку нажимать, все меньше и меньше и меньше будет народу. В итоге у вас полтора процента от силы будут решать все вопросы. А это неправильно, потому что декларируется, что это большинство. Поэтому и представительскую часть мы должны будем использовать. И даже диктатуру можно использовать. Мы не против диктатуры, но не диктатора в том смысле, который может все. Нет, диктатора в конкретной области. То есть, когда говорят, что ты будешь диктатором, у тебя будут повышенные полномочия, но только в целях установления, например, прямых, прозрачных, свободных выборов. Включая регистрацию кандидатов и все прочие дела. Вот в этой области ты диктатор, но никакие другие решения государственные ты больше не принимаешь. Потому что это твоя задача, плюс она ограничена по времени. Есть у тебя, скажем, 4 года, ступай. Сделал дело, гуляй смело. Это такой некий представитель специальный. Назовите ему омбудсменом, комиссаром, какие угодно термины, да? В общем, это временный представитель с особыми полномочиями. Можно назвать диктатором, если кому-то нравится. Таким образом, вот, я вас приглашаю. Я понимаю, что много пессимистов, много разочаровавшихся. Среди самых наших близких людей, по сути дела, ну, почти все разочаровались. Но я тут согласен с Валерием Соловьем, что все произойдет тогда, когда разочаруются все. Или почти все. Я понимаю, что самое время, как бы сказать, собирать камни, да? Потому что скоро придется их разбрасывать. И у нас с вами уже есть документ. Постепенно мы все ознакомимся с тем, что мы будем делать. У нас есть документ. Как говорят, с пистолетом и добрым словом можно гораздо большего достичь, чем просто с добрым словом. Но вот с пистолетом и документом, или с добрым словом и документом, можно вообще многого достичь. Гораздо большего, чем просто с пистолетом. Но я не говорю о пистолетах и винтовках, они нам не нужны. Но нам понадобятся какие-то вещи. Именно там, именно в нужное время, в нужный момент. А подготовиться мы должны будем сейчас. Поэтому понадобится бюджет. Поскольку это бюджетный проект, начнем формировать бюджет. Для чего? Вы на антилопу отдаёте деньги? Вы же отдаёте на антилопу деньги. Я даже не знаю, как она может быть использована в приближении народа власти в России. Ну, на мой взгляд, это достаточно спорный момент. Но нам нужны конкретные вещи. Нам нужны конкретные вещи. В частности, нам нужны флаги. Нужны флаги и нужно их делать сейчас. Потому что потом их из чего сделаешь? И не только флаги народа власти, нам нужны все флаги. Вы потом поймёте, для чего. Нам нужно много вещей. Всякие, типа, мегафоны там, микрофоны, воздушные шарики, удостоверения, форма и так далее, и так далее. Но всё в рамках плана. И всего мы достигнем. Чего я добиваюсь? Я добиваюсь, я вербую, по сути дела, некое ядро, ядерный электорат. Нужно, по сути дела, 100 человек. Земная сотня, а не небесная. Те, которые составят ядро, которые будут знать, что они делают. И которые объединят вокруг себя ещё людей. Я очень сомневался, думал, что для этого необходим фигуру со статусом хотя бы Мальцева, чтобы точно иметь 100 человек в нужное время, в нужном месте, несмотря на все тысячи подписчиков. Но вот с Костей мы переговорили, он меня убедил, что, собственно, 100 человек мы и соберём. Среди своих. Вот это будут 100 будущих генералов. Это к тому, зачем нам это надо. Потому что есть, ну, как бы два вопроса. Зачем это надо народу и зачем это надо мне, да? Вот от народа я себя не отделяю. Если мне надо, значит и народу надо. В отличие от других. Если мы об этом с вами говорим, если у Мальцева 50 тысяч подписчиков, значит, кому-то это надо. Меньшинству? Про меньшинство мы говорили. Меньшинство – это основа большинства. И, конечно, начинается всё с меньшинства. Нельзя сначала взять и народу всё разобъяснить, а потом сделать. Не получается так никогда. Разобъяснить получается небольшой группе людей, потом что-то сделать, посмотреть, что хорошо, переделать и, так сказать, предложить народу уже для использования. Таким образом, абсолютно так политика и должна делаться. Тем более открытая политика. Мы с вами будем обсуждать. Поэтому нужно вербовать сейчас людей. Это самый главный ресурс. Люди – это новая нефть, как говорят у нас сейчас в средствах массовой информации. Именно поэтому отвечаю на вопрос Ричарда Пассоса. Причём тут хэштег Мальцев. Именно потому, что и время мы поменяли, чтобы оказаться по этим хэштегам рядом с теми людьми, которые нам понадобятся в нужный момент, в нужное время. Да, Нафаня, скука. Это скука. Пока не начинаешь этим заниматься. Я себя заставлял залезть в этот... Много дней и ночей я себя заставлял залезть в регламент избирательной комиссии. И когда я залез, я вылезти не смог. Это так интересно. Бухгалтерия – это так интересно, когда ты внутри. Да, это бухгалтерия. Там кто-то просит этого выноса мозга. Я вам сегодня дам. А чё вы здесь ждёте? Они ждут тут. Вот. Хуманс Фэмили написал. Всем бы рад, что это выходит. Последний эфир как набор инсайдов для меня. Я прозревал. Я вам сегодня ещё подкину одну штуку. Напомните мне только. Так, ну что, давайте. Ну, пока, конечно, первый эфир у нас здесь, на этом канале. Собираться будем достаточно медленно. Веллер свой канал завёл, скоро стримить захочет. Да, Ричард Пассос. Именно об этом я и говорю. О том, антилопа – это, конечно, зашибись. Но видите ли, в чём дело? Я понял, как купить народа власти. Нужно его продвинуть. Нужно… Вот мы говорили, как к Дудю попасть. Это всё очень просто. Попасть можно к любому. Вопрос денег. И вот Веллер начнёт свой канал. Или, допустим, Саша Сотник. Вот Мальцев побрезговал с Сотником, а я не побрезгаю. Но, чтобы мне выступить на этом канале, да, самый простой способ – дать им денег. Вот для почти любого блогера, я вам говорю, в Рунете, для почти любого блогера, тысяча долларов – это является той суммой, за которую он пустит в вас свой эфир. Включая Белковского, ну, есть на своём канале. Ну, попросит он для приличия две. Ну, вряд ли попросит. Невзоров может попросить много. Понимаете? Ну, можно выйти с нашей скукой, да, с нашим народовластем куда угодно. И навербовать кучу народу. Потому что там нету согласия, там нету никакой перспективы. Дальше смены правящей верхушки они не видят. То есть нам нужен, ну, наверное, хороший президент и, наверное, хорошие депутаты. Ну, внутри уже себя все уже давно понимают, что, ну, и что, будут они хорошие, а завтра будут опять плохие. Что мы сделаем? Нам опять говорят, что мы сейчас тут всё поменяем, будем высокими технологиями заниматься и воровать не будем. И что? Это вы отвечаете за кого? За будущих депутатов? Да не отвечайте за них. Они будут и воровать, и не будут заниматься высокими технологиями. И свалкившие есть создавать. Потому что так это устроено. А мы предлагаем некое более далёкое видение. Как сделать так, чтобы этого не было. Как сделать так, чтобы контроль сохранить за суверенным. То есть за народом, за демосом, если хотите. Ну, Гричевый пас, вот у меня получилось на 10 минут. Я постарался на 12. Я там отрежу. Не судьба была нормальна ссылочку сюда дать. Я по названию канала только... Так я вам и дал туда. Куда сюда? Сюда? А зачем сюда? Сюда вы уже здесь. Что Жванецкий гениально ответил на вопрос. Что вы думаете о мнении большинства? Я думаю, оно определяется мнением меньшинства. Ну, я не слышал этого выражения. Но примерно то же самое я вам и сказал. Демократия в своей полной ипостаси – это ужас. Радует только что, это утопия. Нет, Николай Ивич Котов, это даже не радуйтесь. Я построю. Я построю. Вот уже перед самым лонгом, да, вот уже, и мне говорили, ничего не получится. Ничего не получится. Денег нет. У нас делать некому, и все, уже все пропало. Получилось? Получилось. Опиши жизнь простого крестьянина через три года после идеального народа власти Дмитрия Майоров. Эх, ничего себе, простого крестьянина. А где вы его хотите искать? Что такое простой крестьянин? Где вы его ищите? Крестьянин – это понятие экономическое, ребят. Ну, что такое крестьянин? Ну, тот, который… Ну, фермер, если так. И то уже устаревающее понятие. Устарели все эти фермеры в этом. Это большие производственные мощности, которые хлеб выращивают. Там вообще народу нету. Там просто какие-то ходят комбайны огромные по Египту туда-сюда и собирают четыре урожая в год. Да бросьте вы, крестьяне. Вы простого человека. Ну, давайте. Я же не крестьянин. Я вообще боюсь этого. Туда, деревню. Мне все рассказывают про какую-то деревню. Ну, сколько там народу-то осталось? Один процент. Да, мы их жалеем. Пусть они там будут. Крестьяне. Ну, а вообще трудящего? Да, пожалуйста. А что? Дело в том, что я не знаю, какая у него будет жизнь. Но у него будет некий набор инструментов, инструментов, инструментарий, по которому не будет у него такой проблемы, как сказать, да это какие-то чиновники, это власть так и решила. Ну, власти есть власть. Ну, а что мы сделаем? Вот что мы сделаем. Вот сейчас достанем гаджет и будем звонить всем, а потом голосовать в Думе этим гаджетом. Вот это мы и сделаем. Вот это мы и сделаем. Чтобы рядом с депутатами всегда сидел народ на соседней запасной скамейке. Это так просто сделать технологически. И вот народ будет приходить тогда, когда ему надо. А не все время там сидеть и принимать закон. А вот когда надо, народ придет. И вот когда у вас будет это самое, не то что кнопка, а возможность самая участвовать в делами управления государством, потому что отдельно по 32 статье Конституции у нас будет мини-лекция, да? Потому что все говорят, 31 статья, 31 статья, свобода митингов, да нахуй. Есть 32 статья. Гражданин может участвовать в управлении делами государства непосредственно. Вот этим мы и займемся. Вот этим я и занимаюсь. С этого момента. И кто хочет народа власти в России, а потом и во всем мире, присоединяйтесь. Я говорю, не так много понадобится. И генеральских погонов хватит на всех. И пряников сладких хватит на всех. А самое главное, это возможность. Это возможность стать чем-то в истории, да? Кем-то вехой. Я сейчас повторяю слова Валерия Соловья, но здесь я с ним абсолютно согласен. Так что, Дмитрий Майоров, беспредел мы уберем, властный. Безвластный тут вопрос не ко мне, вопрос тому, как будут работать органы. Но надеюсь, что они будут работать лучше. А вот властный беспредел мы уберем, потому что у вас будет кнопка. А если уж совсем не втерпевшую, вы просто придете в то место, где будет осуществляться непосредственная власть. И там поставите вопрос. И это я вам обещаю. Обещаю. Так, хочешь, тебе массу аргументов приведу, что Мальцев не на родовласт, а тупо на российскую ГБУху работает. Ну, для того, чтобы такие аргументы привести, вам самому надо на ГБУху работать. Но если вы работаете на ГБУху, ну, соответственно, вам веры нет. Понимаете, тут парадокс возникает, Николай. Но, а иначе это ваши все домыслы. У вас же нету фактов. Если вы сказали, я генерал КГБ, или полковник, или даже капитан, вот я там сижу, вот личное дело, вот это сам. Ну, тогда. А когда вы мне скажете, вот тут Мальцев сказал, что вот это, а это на руку Путину, то это хуя-та. Все. Хуя-та. Вот вы знаете, как с этим планом Штанмайера все носятся, как дурни с писанной торбой. Я же слушаю Джангирова, ну, в смысле, и украинскую, и русскую версию. Так тут официоз русский говорит, ну, в смысле, официоз оппозиционный, да, это предательство, предательство, вот эти, Рой ТВ, сидит Гиркин, это, блин, предательство. План Штанмайера, это все, Путин предал, все дела. А что же говорят на Украине, что Зеленский предал? Вот как они, оба предали сразу. То есть, этот играет на руку Путина, там говорят, а здесь, говорит, этот играет на руку мировой закулисы во главе с Зеленским, да, или там не во главе, а в виде куклы, там, марионетки. Так в чью пользу этот план Штанмайер? И так во всем, вот куда ни кинешь, да, когда начинают говорить, вот, Мальцев ГБшник, да, ну, то, что вы не народовласт, это глупости, потому что он политик, и это его модус операнди, да, это его лозунг. Он на него опирается, он политик народовластия, он его и сочинил, да. Ну, слово-то было, а вот как некое движение, как партию, собственно. Поэтому глупо говорить, что политик, вот там, типа, не народовласт. Да, он человек, обычный, со всеми достоинствами и недостатками. Но это то, это его основа, существование как политика, да, народовластия. Поэтому, конечно, народовластия. А про ГБуху, я говорю, сейчас только ленивые не обвиняют друг друга в ГБухе. Ну, как, каким образом можно это установить? Ну, по каким-то внешним признакам. Вот, Мальцев говорит, что Зеленин агент КГБ. Каким образом? Ну, вот давайте, действия какие. Зеленин рассорился с Мальцем, причем в открытую. Он, Стас, это все рассказал. Не было такого, что кто-то, кто-то откуда-то взял документы из сейфа и в тик, отдал их в ГБ, нет. Был конфликт открытый с собраниями, с прениями, с выступлениями. И касался он материальной составляющей, да. Пряников сладких на всех не хватает, когда они особенно в одной корзине лежат. И это известная штука. И ушел не один Зеленин, а ушел и Володя, и еще куча народу. И, в общем, вы видите, команды нет. Именно потому, что по бедности нашей, по нищете, но ничего. Ничего, все оно соберется и будет нормально, когда надо. Но, конечно, какой смысл говорить, что Зеленин, агент КГБ, специально приставленный к Мальцу, который он разоблачил. Ну, вот какой смысл ему взять и завалить задание, поднимая вопрос о том, что денег нет и на коридоре спать никто не хочет. Вот, собственно, об этом речь шла. Как ни странно, о бытовых вещах. Ну, там у Стаса, посмотрите, если интересно, он там все расписал, а Стас врать не умеет, он все правду расписал. То, что он там ругается на Зеленина, но факты говорят, наоборот, в его пользу. Я уже об этом говорил. Поэтому, когда вы говорите, ГБшники, 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 у вас же нет никаких подтверждений. Это просто так. Такое, типа, распространенное это самое, среди оппозиции ругательство. Я готов опровергнуть каждый твой пункт. Все неправильно. Николай Вич, а меня уже не волнует. Понимаете? Меня ваше опровержение вообще не волнует. Как с определенного момента, как вы остались на Гегеле, а мы ушли далеко-далеко-далеко от вашего Гегеля. А вы все настаиваете на нем. Так же вы здесь будете настаивать. Ну, настаивайте. Настаивайте. Мы пошли. Я говорю, я сделаю это народу власть. Как проект. Как проект, и он будет работать. По крайней мере, некоторое время. Так, пропускаю вас. Это все скучно вас считать. Эдик, давай в карту банка или пайпал. Пока не могу. Нет у меня ни того, ни другого. Ну, вот с картой, вернее, какую-то сделали. Но она настолько ограничена, что надо как-то ее расширить. Вот как только расширю. Это из области мастер-карты вроде бы как сделали. Пока нет. Добавлю. Ребят, я первым делом, как появятся хоть какие-то излишки, да, условно говоря, я первым делом, и мне нужен агент. Настоящий агент, который меня в эфиры будет пристраивать. Это не просто человек какой-то с улицы. Он должен обладать собственным именем, да. Вот я думаю, что Белковский мог быть хорошим агентом. Ну, не очень. На самом деле, не Взоров лучший агент, но он очень дорого запросит. А Белковский недорого запросит. Я говорю, два-три ключевых эфира, и у нас здесь будет, во-первых, куча народа, а во-вторых, будем не ждать, а готовиться все вместе. Так. Чистая этика у Сергея Быстрова, я сейчас винтик. Вот когда я в проекте, мне легко, мне легко было из вас деньги добывать на лонгкоин. Почему? Потому что это проект. Я просто понял, нужно себя вставить в этот проект и понимать. Это проект. Я его буду делать. И это все как в рассказе Джека Лондона «Мексиканец». Не смотри на эти трибуны, это все винтовки. Винтовки. Теперь я именно так и воспринимаю. Поэтому я пойду к сотнику. Если соберем денег, я пойду к Дудю. Прямо вот приду и скажу, на вот тебе вот. Понимаете, если скажут, ни за какие деньги Дудь не согласится. Я понимаю, кто-то так скажет. Есть такие деньги, за которые согласится не только Дудь, но и, блядь, опро Уинфри. И скажут, а после этого я пойду на пенсию. Куплю себе отдельно взятую страну. Я понимаю, что таких денег хрен соберешь. Но я говорю, штука, это уже для любого входа. На флаге, Николай Вичкутов. Вот здесь я с вами согласен. На флаге. Так, я в следующий раз сделаю, чтобы все-таки пореже писать. А то вы прям херачите, как это. Стас в заложниках ФСБ. Сергей Быстров. Все нормально. Я даже и эту придумал, как преодолеть. У меня все в планах. Все нормально. Мы соберемся в нужное время, в нужном месте. Я думал, как бы собрать всех их разбежавшихся. А на самом деле ничего. Просто точку силы создаем, и они все приходят. Потому что у нас будет план. И ни у кого не будет плана. Не слушайте, кто вам говорит, когда мы придем к власти. Вы вопрос задайте. Как? Ну вот Мальцев представляет, что он придет на выборы. Ну, на выборах он к власти придет. Каким еще образом? Он же понимает, это можно говорить весь российский народ. Ну и Стас так говорит. Точно так же Стас говорит. Мы тут все 98%. Но пока что у него не все. И даже Мальцевские все к нему не перешли. И даже половина не перешла. Вот в этом проблема. Поэтому собрать такую толпу, чтобы сделать из Мальцева диктатора, не получится. Не будет такой толпы. Потому что Навальный соберет больше толпу на момент Че. А вот на что расчет идет? На то, что мы зарегистрируем партию, значит, и кандидат у нас президент, и да, вот народы власти, и пойдем на выборы. И да, здесь Мальцев бы имел неоспоримое преимущество. Я согласен. Он вышел бы на телевизор и свои уж 10-15% из этого он, конечно, выцарапал. Как минимум. А то, глядишь, и побольше, если так бы повернулось. Если было бы что интересного рассказать. Просто на личной харизме бы вытянул. Ну, посмотрите. Он же лучше, чем Навальный говорит. Безусловно. И выглядит лучше. Ну, я имею в виду, как некий фронтмен, представляющий некую фракцию или партию. Поэтому, да, там могут и новые какие-то появиться, но это будут молодые. Все равно вопрос, за кого будет старшее поколение голосовать. Вот. И все было бы хорошо. Только его не пустят на выборы. И это надо понимать. Вот когда я в штабе Навальный, я с Волком говорил, с Навальным не поговорил об этом, должен был поговорить. Волков понял, что я буду с ним об этом говорить и уволил меня. Как бы все закончилось, мы закрываем проект. А на самом деле все продолжается. И вот, кстати, вторым пунктом у меня стоял. Вы видите, у них раз там не выходит. Потому что нас все арестовали, забрали компьютеры и так далее. У меня вторым пунктом стояло, что абсолютно, что независимо от того, здесь закрыли, здесь арестовали всех, он выходит в нужное время в другом месте. И вот это у нас должно было быть сделано, сеть вот этих выходов. Ну ладно, не удалось. А самое главное вот в этом, когда я задал вопрос, что вы будете делать, если вас не зарегистрируют на президентских выборах, Волков уверенно ответил, мы будем регистрироваться. Я говорю еще раз, а если нет? Он говорит, мы будем регистрироваться. А план Б-то у меня уже был готов. Вот. Вот. Поэтому нету возможности, понимаете, когда мы придем к власти, никогда ответ на этот вопрос. Если так действовать в лоб и ждать этого. Ну а вот они объявят, что справедливая Россия, ой, Единая Россия ни под какой вывеской не идет на выборы. Ни под какой. Никто там вышел, никто боролся. Списки главные, на что рассчитывают, что будут составляться влестрационные списки. Не. БУ. ДУД. Говорю для всех, кто хоть чего-нибудь понимает в этих процессах. Хоть как-то их себе представляет. В анкете кандидата будет внесена строка, в которой будет написано, состоял ли в партии Единая Россия. Все. И одна галочка. Да? Нет. Даже нельзя написать. Я там состоял, но потом вышел, я с ними боролся, пока не это самое. Все это херня. Вот поставил галочку не в том месте, и тебя ближайший конкурент, ближайший тебя отобьет. Принесет заяву в избирком, скажет, вот этот человек был в Единой России. Вот его ролики, вот он сам говорит, вот так далее, и так далее, и так далее. Не надо никаких членских билетов. Не надо никаких журналов учета сдачи членских взносов. Все херня. Вот именно так будет. И в это люди не хотят верить. Верят в какую-то метафизику, что будет как-то по-другому. Потом мы выйдем и потребуем, что вы потребуете. Чтобы Мальцев допустили к выборам. Если Мальцев, значит, и других. Никто не допустит. Все, кто останется, все, начиная с несистемной оппозиции, системной оппозиции, и неоппозиции, и прочие, все будут, кроме Единой России, топтать ее в любой ипостаси. И никому никаких поблажек от этого не будет. Не я вам говорю, что это я так сделаю. Оно так будет, потому что у этого есть бенефициары. Все остальные, которых сейчас Единая Россия задавила, надо ее задавить окончательно. Там накопилось, не волнуйте. И у справедливой России накопилось. Они еще больше всех плясать будут. Что ты? Поэтому нет. А что такое партия Мальцева в Думе без Мальцева? Она просто не пройдет. Просто не пройдет. Ну, Белецкий возглавит. Ну, а как? Ну... Да и Мальцеву-то зачем нужна партия? Ну, что там, вокруг будет бегать Дума и показывать надписью, как голосовать, что ли? Нет, конечно. И самое главное, иллюстрации коснутся всех по Единой России, не только выборные должности, но и назначаемые должности. А вот тут вообще все. И останется только блок вести. Понятно, что в телевизор вышел, да, там, в это самое, на хайп вышел и получишь голосов. Но не выйдет. Не пустят. Никому не нужно это. Вот. А у нас есть план, который все эти ловушки спокойно обходит. Поэтому некуда деваться. И некуда, и некому. И никуда ты, Костя, ни в какую Америку не поедешь. Привет, Александр Красиков. Так что давайте посмотрим. Вот посмотрим, самое главное, как мы будем собираться в эту кучу. И какие интересы. Я специально говорю, теги поставил, чтобы и время перенес, чтобы попадать в эфир до Мальцева. Где основной наш контингент? Оттуда мы и будем вербовать в первую очередь. Да кто решает существование этой галочки? Я против. Сергей Быстров. Да я понимаю, что весь контингент народа власти скажет, я против. А я, кстати, за. Потому что это будет справедливо. А дело в том, что бенефициары все остальные, понимаете. Кроме нас все остальные бенефициары. Вот в чем проблема. Это надо будет просто против течения идти. А нас не так много, что вы будете. Конечно, Навальный вот в этой ситуации мог бы выгадать. Он мог бы собрать под уточку, под себя собрать какую-то толпу, достаточно представительную. Сможет ли это сделать Мальцев? А потом, смысл этого. Ведь любой Навальный ему скажет. Скажет, Вячеслав Вячеславович, ну давайте честно подойдем. Ну вы же создавали единую Россию? Создавали. Ну, как ни крути, вы участвовали в этом зле. Да, вы вовремя рассмотрели и как бы это самое, но вы участвовали. Так что же вам не ответить? Тем более же это не наказание. Мы вас в тюрьму не сажаем, не люстрируем. Наоборот, вот медаль вам дали за достижение передотечественной четвертой степени. Что вы хотите? Бунт поднять именно из одного человека, что его в Думу не пустили? Или в президенты баллотироваться? Пожалуйста, у нас сейчас митинги проводите. Мы вам дадим не маленькую место там на выселках. Нет, мы вам дадим большую. Мы вам на Красной площади разрешим провести митинг. Именно потому, что все увидят, сколько народу соберется для того, чтобы поддержать Мальцева выдвижение и сделать исключение. А где одно исключение? Там два исключения. Там и три. Ребята, а Кудрин? А Кудрин, блядь! Это единственная наша возможность многих негодяев просто за зеброй взять. Да, Мальцев тоже попадает под эту раздачу. Ну что ж, так вышло. Ну, у нас есть план. Поэтому, ребят, давайте шевелиться. Флаги нужны. Флаги нужны всякие. Сразу объявляют. Нужно делать будет флаги, да. Но еще и нужны всякие. Если у вас есть какие-то флаги, если вы в Москве, если у нас будет достаточно народу, мы сможем начать в нескольких точках. Если там соберется в какой-то определенный. Это тоже учитывается вариант. Самое главное нужно понять, мы не делаем революцию. Вернее, мы и делаем настоящую революцию. Но не переворот вот этот. Нам нужно окно между тем, когда уже состоялось, если состоялось. Понятно, понятно, что в условиях там, пока будет там, вот сейчас Шойгу может передадут. Кстати, про Шойгу-то мы же с вами первые про Шойгу вспомнили. А это сейчас вот уже только ленивый про него не говорит. Как и про Соболь, как вы помните. Так вот, ну будет период, даже если диктатура какой-то передачи. Ну, действительно, тут я согласен, что не удержишь эту фигню. Со многими комментаторами. Потому что это уже Медведев не этот. И Шойгу не Путин. Никак не то, что он там слабее его или там как-то командный голос у него там потише. Нет, дело не в этом. Дело в том, что под Путина все выстроились. А под Шойгу там у него врагов херва туч. И они понимают, что как только Шойгу станет, они там понимают, что им пиздоц. Извините меня за грубое армянское выражение. Итак, надо как-то резюмировать, потому что следом Мальцев идет, да? Так, Николай Вичкутов. Ну, ха-ха-ха, смейтесь, смейтесь. А вы, по-моему, насчет этого, да? Хохотались по поводу блокчейн. Нихуя у вас не выйдет, да? Это же вы писали, что типа это, как его, биткоин вообще уже скоро рухнет в ноль. Что-то нихуя. Вот что-то он поднялся до 12, потом опустился. Сейчас посмотрим. Сейчас вот 7600, да, опустился до 7 и тут написали, ну все, ему пиздоц. Нет, 7859, вот буквально с самого начала, видите, как он? Он и будет так. Все время постепенно подниматься. Так что в этом вы оказались неправы. И в этом, в том, что я сейчас говорю, вы тоже, конечно, будете неправы. Вам не надоело наступать в собачью какашку все время? Пятилетние диктатуры Мальцева. А, что такое? Эдик, есть ли спрос на народовластие среди масс? Или опять через какую-нибудь диктатуру прививать? Константин Нерр, отвечает Николаевич Кутов. Нет, вот я вначале и сказал, что есть способ. А, есть ли спрос на народовластие среди масс? Масс вы имеете в виду большинства? Я уже сказал, большинства нет. Большинства нет никогда. По любому вопросу нету. Есть меньшинство, которое ведет за собой большинство в процессе. Вот. И в этом смысле, есть ли масса критическая для того, чтобы сделать что-то? Я считаю, что есть. Нас не так много просто потому, что мы на периферии находимся, Рунета. Вы видите, просто нас никуда, ни упоминания, ничего не берут. Ни в одни, значит, арийские средства массовой информации и блоги. Ни в одни. Вот Саша Сотник хотел взять. Ну вот, видите. А я пойду к Сотнику и расскажу, что такое народовластие. И мы оттуда худо-бедно, но пару десятков, тройку десятков человек выдернем. А то и тущенку. И так везде, понимаете? Из них будет активных десяток. И не так уж много надо, чтобы сделать то, что надо. А надо-то сделать немногое. Надо переменить структуру точечно избирательных комиссий. Они ставят последнюю печать. Вот эту печать королевскую они ставят. Президент без этой печати не президент. Понимаете? Ни один депутат без этой печати не депутат. Так эта печать и должна оставаться в руках у народа. Вот что мы хотим сделать. Для начала. А потом развивать институты демократии. Чтобы не ходили тут в одиночные пикеты, как мудаки. Чего ты стоишь в этом пикете? Иди, вон, написал в ЦИК кнопку и сам туда пришел. Пришел в центральную комиссию, поставил вопрос. Все, проголосовали. Рабинович у тюрьмы. Так, давайте я специально ограничиваю наше общение часом до Мальцева, потому что это очень важно. Мы немножко заступим туда, чтобы появиться прямыми эфирами, если появится. И потом перейдем туда. Я вообще бы слушал. Вот тоже проблема с этим оборудованием, с этим интернетом. Я на самом деле представляю, что если бы я пускал Мальцева через наш канал, да, здесь. То есть вот он выступает, а я тут еще тоненьким голосом за ним повторяю. Я думаю, что это было бы интересно. И любые другие выступления. Также можно Навального в прямом эфире слушать через меня. Вы как? Напишите мне в комментариях, если понравилось. А самое главное, сандалики Сталина, давайте. Мне сейчас нужна поддержка нашему проекту. Мы сделаем народу власти. Сделаем. Эта печать никогда в истории мира не была в руках у народа. Кверти. Была. Она всегда в руках у народа, как только меняется власть. В один момент. В один конкретный момент. Понимаете? Эта печать. Потому что на нее же даже внимания никто не обращает. Даже статус избирательной, центральной избирательной комиссии, он, ну, хорошо, получка-то они получают, как федеральный министр. Ну, понятно, это у них одна там получка на всех. А статус, кто такой член Центра избиркома? Да никто в пальто. А то часто и без пальто. Ну, никто. Вы их никто не знаете. Вот только Памфилу узнаем и то вместе с Чуром, и то, потому что они волшебники. Потому что они никто. Ничтожество. А как так получилось? Да потому что никто не обращает внимания. А, назначим там каких-нибудь и все. Вот это, когда мы туда, грубо говоря, приступим, когда нельзя будет назначить просто так. Ни с того, ни с сего человека своего в избирательную комиссию. Не получится. И выборов не будет. Это будет жребие, это будут присяжные комиссары. И дальше мы это все прекрасно с вами будем обсуждать. Николай Вичкутов. Как вы сделаете народу власти, если я против? А я не люди, ха-ха-ха. Конечно, вы не люди, вы сверхчеловек. Вы к нам никакого отношения не имеете. Вы старый, больной, сверхчеловек. Мы же с вами уже договорились. Поэтому, я понимаю, для вас это такое муравейничка, развлечение. Потому что у вас там, в космических высих горних, и то, что вы к нам снисходите, там, большое спасибо. А то, что вы против, да нам, собственно, наплевать. Я обещал мозгового паразита, как раз по поводу боженьки. Я тут одну классную штуку надумал, но не буду. Уже затевать времени нет. Ну, ребят, не собачьтесь. У нас Николай Вичкутов нас поддергивает. Я говорю, у меня сейчас броня есть. Я не боюсь. Потому что у меня броня – это проект. Когда я выступаю от лица проекта, да мне насрать. Я высший человек. Опять ты не скажешь, два. Хорошо, Николай Вичкутов. Ну, блин. Вы даже два человека. Я и высший человек – это одно лицо. ЦИК придется защищать целой армией Имха. Кверти. Об этом мы и будем говорить. Ну, блин. Ну, вот не зря мы с вами, это самое, общаемся. Мы уже начинаем мыслить одинаково в одном направлении. Конечно же, я об этом подумал. Мы будем говорить. Перехватить управление, перехватить контроль не так сложно. Ребята, это вам скажет любой этот, как его. Как это называется, гринмейл? Как по-русски-то? Недружественный захват, да? Как это? Предприятий. Да легко вообще. Вон, просто взяли, арестовали акции, дали взятку судье. Он арестовал какие-то акции предприятий. Ну, просто по любому поводу, оставшиеся акции миноритариев проголосовали, всех заменили, все продали, все. Пришел акционер, нихуя нету, не осталось. Все очень просто. Проблема перехвата управления, она достаточно простая. Проблема удержания гигантская. Конечно, понадобится армия. А вот об этом мы и будем говорить. Поэтому нам и понадобятся все, включая Мальцева. Я в сотню этих смертников-альтруистов не пойду, квертий. Да я сам не пойду в сотню смертников-альтруистов. Когда мы убедимся, что опасность миновала, именно тогда мы будем делать народа власти. Приедем в опломбированном вагоне, не волнуйтесь. Конечно, я не хочу, тем более среди альтруистов. С чего это я буду альтруистом? Нет, я хочу генеральские погоны. Я уже сказал. Как я их еще получу? Я же сейчас не выслужу себе генеральские погоны. Я в широком смысле генерал, как в статусе, вы понимаете. Но и мундир мне нужен генеральский. Вот моя награда будет. Генеральский мундир. И я сказал, для чего он мне нужен. Чтобы висел в шкафу. Я иногда открывал, а люди спрашивали, а чей мундир? А я говорил, мой. Вот моя награда от Отечества. Я себе ее уже определил. Это не мундир, в смысле мундир повесить. Это я себе купить могу. Я должен стать генералом. Кто со мной? Сотни генералов, не проблема. Там знаете, сколько места освободится? Ой-ой. Сколько стоит один флаг, Николай Вичкутов? А этого мы пока не знаем. Я боюсь, что он будет подороже, чем обычные флаги шить народа власти. Потому что там нужно светоотражающие полоски предусмотреть. Но пока технологии не знаю, сколько будет стоить. Но нам понадобятся флаги. И много-много-много чего другого. Вот если бы вы, между прочим, Николай, отбросили свои эти самые. Потому что нам бы один высший человек парочкой не помешал бы. У вас же есть еще друзья среди высших людей. Или вы там не дружите? Может, тетка какая-нибудь высшая? Вы бы нам помогли, вы что-нибудь наколдовали там. Но мы бы вас тоже не обидели. Я понимаю, что наши генеральские звания для вас смешные. Но что-нибудь завтрак с Кантом можем устроить. Или ужин с Гегелем. Вопрос денег. Мы посчитаем, сколько надо. Вот как раз я поэтому и хочу обратиться. Кто-то с флагами у нас, когда Мальцеву делали, все майки, все сделали. Кто-то занимается с флагами, он должен сказать. Ну, не обязательно флагами, понимаете, в той отрасли. У кого-нибудь наверняка есть знакомые, куда можно позвонить, спросить. А если вот так, вот стандартные... Они знают стандартные размеры флагов, какие есть, да. Из чего их шьют, чего делают. И сказать, вот такая материя, такая-такая. Они скажут, вот такая работа и все. Флаги, на самом деле, это вещь важная. Хоть можно сказать, ну, что ты вот во флаги уперся. Флаги – это вещь важная. Они собирают вокруг себя, понимаете. Ну, посмотрите на любую демонстрацию, если это, ну, как себя партии солидно считают. Ну, хоть парочку-трочку флагов-то должно быть. Потому что видно сразу, что они есть. И артподготовки были флаги. А наши с вами флаги народа власти, да что ты, они будут видны с Вашингтона. Они, главное, будут видны, камеры на них будут внимание обращать. А это главное. Построим мы демократию во всем мире. А вернее, народу власти, не волнуйтесь. Так что, я не знаю, я попробую, если у меня завтра не будет, значит, никаких посторонних дел, тогда я завтра еще выйду с краткой лекцией и с более пространным обсуждением. А сейчас пойду смотреть плохие новости, чего и вам желаю. Помогайте народу властью, всем, чем можете. Я готов на любые эфиры, к любым блогерам, кто обладает хоть какой-нибудь внятной аудиторией. Пишите мне в комментах предложения, пожелания и так далее. До свидания. Продолжение следует...